Я уже так сдавала. Да, ну это очень удобная система. Опять же, вот смотрите, у нас стерильные салфетки. Всё, зажимайте, 15 минут, держим, я заглядываю. Всё стерильно, несмотря на полевые условия. Медгруппа трудится на выезде в муниципальном бюджетном учреждении городское хозяйство. Сегодня здесь дан старт диспансеризации на рабочем месте. Вы знаете, это очень удобно. И довольно-таки классно, будем так говорить. Потому что здоровье, не каждый идёт в поликлинику. А если приём в поликлинике, очередь стоит, Аховская. Ну извините, просидеть целый день и не попасть к врачу, лучше я на работе 33 раза пройду. Диспансеризацию на сегодняшний день в Авантеевке прошли 1988 человек. Это всего 16% от предусмотренного Минздравом плана населения. Всего до конца года медики должны проверить здоровье 12,5 тысяч авантеевцев в рамках диспансеризации и ещё 6,5 тысяч тружеников в рамках профосмотра. Забор крови мы делаем. Соответственно, они переносят анализ мочи и кала. По анализу даже той же крови можно выявить какие-то скрытые заболевания. Люди должны это понимать и идти, в общем-то, для того, чтобы хотя бы предотвратить, может быть, далеко наперёд забегая, какое-то заболевание. Потому что показатели крови они дают очень много. Так же, как и моча, как и кал. Это на рабочем месте. Плюс АКГ. Здесь же, в зависимости от возраста и показаний, труженики получают талончики на ультразвуковое исследование органов брюшной полости. В поликлинике пройдут флюорографию. Через несколько дней, когда все анализы будут готовы, за результатом – ко врачу. И при необходимости – следующий этап диспансеризации. Уже хорошо то, что мы приезжаем. Мы уже даже приезжаем, мы работаем в таких полевых условиях, но мы готовы даже на это, соответственно, для того, чтобы люди были здоровыми. Очень удобно, поскольку минимальный отрыв от рабочего процесса. Людям не приходится сидеть в очередях, искать свои карточки и так далее. Поэтому спасибо большое медикам, что они пошли нам навстречу и сделали нам такой подарок. Выездную диспансеризацию на этой неделе пройдут и сотрудники других ванцейских предприятий. Попутно медики делают труженикам прививки от гриппа и дифтерии. Можно мыться, это место мочалка не тереть. Два-три дня не переохлаждаться. Хорошо?